Добрый день, друзья! Добрый день! Это снова мы, Владимир и Ольга. Мы продолжаем наш сериал «Десять шагов на пути в Канаду». И сегодня у нас пятая серия, которая называется «Подача документов на визу и что писать в мотивационном письме». Вы решили вопросы с вашим колледжем, английскими, денежными делами всеми. Теперь самое время подавать документы на визу. В общем, это на самом деле самый ответственный и самый сложный шаг, наверное, во всем процессе. Мне кажется, он сложен, наверное, с точки зрения чего морально больше, чем с точки зрения физической. И он очень пугает неизвестность, непонятность, вообще требуемые аргументы. Да, тут есть на самом деле у вас два пути. Первый путь – это пойти по пути самому, как сделали это мы. И второй шаг – обратиться к консультантам, различным адвокатам, визам, консультантам, агентствам и так далее. Здесь как бы есть два варианта. Идите, какие плюсы? Плюсы того, что вы пойдете сами, сделаете все сами. Первое – вы разберетесь в этом все сами. Да, то есть даже в дальнейшем, когда вы, а вы в дальнейшем, в любом случае будете подавать документы, даже пускай на подскрыть 9 work permit или на сам permanent residence, резиденция вам уже будет проще, потому что схема, она практически одинаковая. Да, фактически мы подавали документы четыре раза. Подожди, давай посчитай, мне даже кажется, мы подавались сначала на визу, потом на продление учебной визы, потом мы подавались на work permit, потом я отдельно подавалась на детей, потому что у нас закончились паспорта у детей, я отдельно подавала. И потом мы подавались на пермонит резиденции. То есть в итоге пять раз я этот процесс проделывала. То есть если вы это будете делать сами, вы никому, кроме государства, не заплатите. А так вам придется постоянно отстегивать этим агентством. То есть лучше один раз научиться делать это все самому, чем постоянно кормить кого-то. Ну, такой образ. А просто опять-таки времени и ваши мотивации. Если вы хотите в этом разобраться, это одно. Если вам все-таки время ваше дороже, у вас есть точные деньги. Если вы думаете, что у вас не получится все-таки, и думаете, что кто-то за вас это сделает лучше, чем вы, то такое в принципе может быть, но мы в это не особо верим. Но на самом деле... Бывают сложные случаи, которые действительно агентство могут помочь, подсказать, как правильно поступить, какие-то вещи дополнить ваш аппликейшн какими-то вещами, которые вы могли не сделать. Учитывая большой опыт агентства, они могут подсказать и сделать как лучше, как правильно, исходя из опыта. Ну, это такое. За такие вещи приходится платить. Еще такой вопрос. Вы можете заплатить, но нигде уверенности, что это правильное агентство нет. Поэтому, если вы решили идти по пути с агентством, вам нужно сначала сделать большую работу по поиску правильного агентства, который находится там, не знаю, либо, определитесь, в Канаде, либо в Украине, но который с хорошей репутацией, с хорошими отзывами, у которой хорошая, не знаю, статистика получения виз, который работает с подобными кейсами, как ваши, с семьей, то есть с семьей. Это тоже большой кусок работы, который вам нужно сделать для того, чтобы ваши деньги не пропали зря. Потому что в этом случае вы платите первое это за агентство и второе за визу. Гарантии не дают, денег тоже не возвращают. Поэтому, по мне, такой большой совет, найдите тех, кто уже с ними ездил и с похожим вами кейсом. Да, как минимум можно со всеми поговорить. По телефону, по скайпу, имейлами и так далее, фейсбуке. То есть никто за первую одну консультацию денег не берет. А если берут, то лучше туда не идти. Лучше не идти. То есть все обычные агентства, которые готовы сотрудничать, мы тоже в свое время прозвали, наверное, несколько. У нас даже были такие варианты, как пойти в агентство. То есть мы прозванивали, говорили, где-то там собирали информацию с двух, с трех. Смотрели, кто с какими колледжами работает, как они вообще, что из себя представляют. В итоге, мы когда со всеми поговорили, у нас уже образовалась такая информация, что основные вещи, которые нам нужны. И мы решили, что лучше нас, в общем-то, наше дело никто не знает. Поэтому, в общем, решили подаваться сами. Теперь есть вариант подаваться в бумажном виде, либо подаваться в электронном виде. В электронном виде на сайте GIC, Canada Immigration Service, там очень четкий и понятный сайт, очень последовательный. Там сложно на нем потеряться. То есть фактически вы проходите по последовательным ссылкам. То есть вы отвечаете на вопросы, которые вам задаются. То есть каким образом вы едете, какая виза вам нужна. И там он выдает список документов, которые вы должны предоставить. Фактически на основании этого списка вы можете потом эти все документы собрать и отправить в бумажном виде, в конверте. Либо онлайн податься в PDF-ках и в GPI. В различных форматах электронных документов можно это все подгружать и отправлять на рассмотрение. В электронном виде обычно сроки рассмотрения меньше, чем в бумажном. И я все время подавалась в электронном виде. Есть варианты, когда выгоднее подаваться в бумажном виде. Это когда вы хотите выиграть сроки. Например, вы закончили колледж, логичный всего-навсего. Вы подаетесь на постбуде от WorkPermit. И в то время, когда вы ждете ваше рассмотрение дела, вы все еще можете находиться в Канаде, можете легально здесь работать. То есть, если вы закончили колледж, условно, в мае, а виза у вас до августа и подались в июле, то в лаките с бумажной вы можете получить ответ через 4 месяца. То есть, вы покупаете себе 4 месяца в сравнении, например, с электронной подачей 2 месяца. То есть, эти 2 месяца иногда бывают очень критичными для людей, которые заканчивают всего и имеют постбуде от WorkPermit на 1 год. В остальных случаях, наверное, я бы рекомендовала онлайн, потому что это очень удобно. Самый простой способ. Итак, какие же документы основные, какие вам понадобятся для того, чтобы получить учебную и рабочую визу для второго партнера, с кем вы едете. Ну, либо просто учебную, если вы едете один. Первый, самый главный документ – это письмо из колледжа о зачислении. Да, обязательно. Оно колледж выдает на основании вашего переведенного диплома, даже эвалюация не нужна, просто мотариально заверенный диплом отправляется в колледж. От вашего аппликейшн? Да, от текущего образования аппликейшн, то, что вы хотите учиться, на какой программе и так далее. И результаты IELTS, да, отправятся в колледж. Обычно они решения принимают на неделю, это очень оптимистично, а так до месяца, наверное, иногда больше, в зависимости от загрузки. От вашего агентства еще зависит. В принципе, именно для подступления в колледж можно спокойно идти в агентство, они с вас денег не берут. Особенно канадские агентства, да. Да, поэтому можно спокойно обращаться к вопросам в агентство, если там хорошее агентство, они вам достаточно быстро могут решить вопрос с этим аппликейшем. Тот же самое агентство ВУРИ, которое нам помогало. Достаточно быстро, да, они это все сделали. Они имеют деньги с колледжей, колледж платит агентству за привлечение новых студентов, мы ни копейки им не заплатили. То есть, да, вы как, на ваш карман это никак не влияет. То есть, фактически они посоветовали колледж, посоветовали программу, дали контакты в колледже, то есть, в принципе, вот... Не дали, зачем, они с вами все сделали. Да, они просто прислали letter of acceptance, который вот как раз требуется для того, чтобы подгружать. То есть, да, вот такие основные документы это letter of acceptance, с колледжей, который вы получаете. Следующий важный документ это ваше финансовое состояние. Да, просят они движение средств по счетам за последние полгода, наличие средств в банке и просят 10 тысяч долларов канадских на каждого взрослого и, по-моему, тысяч пять на ребенка. Они 14 и 7. 14 на первого, 7 на второго. А эти цифры, они меняются, но, опять-таки, о этих цифрах есть информация даже на самом сайте CIC, когда вы идете, там, написано финансовая информация, там знак вопросов. Я недавно смотрел, искал, было написано 10 тысяч долларов. А, ну хорошо. Вот, поэтому вопрос денежный, возвращаемся к предыдущему шагу, то есть у вас должны быть эти деньги. Вы можете показать, в принципе, не свои деньги, но все равно вам нужно привезти сюда живьем, потому что вы потом просто не сможете здесь жить. Наличие средств в банке никто официально не проверит, потому что банковская тайна. То есть эти все консулы, они не могут прозвонить в банк и спросить, если возникли, они могут уточнить, было ли такое исходящее письмо с одним номером. Ну и да, они иногда смотрят, конечно, еще на движение средств, но, в общем, вопрос мы этот обсудили. Да, мы показывали, мы показывали два документа. Один документ, сколько у нас денег на депозитном счете, и второй документ движения средств по зарплатным картам за последние полгода. Этого оказалось достаточно. Дальше еще важный вариант, конечно же, это все паспорта, да, все, кто едут, то есть паспорта должны быть, там, все странички, все паспорта, весь паспорт. Если мы, мы еще делали перевод свидетельства о рождении, о браке, для того, чтобы показать, что мы все семья, мы все едем. Что там еще из таких обязательных документов идет? То же самое IELTS туда пока подоружается, по-моему. Мы IELTS подключали это, там есть дополнительное поле для дополнительных документов, вот, есть поле для explanation letter, и мы это все формировали в один, в одну большой PDF, это explanation letter, это IELTS, это переводы дипломов, это, что там еще? История путешествий. История путешествий, анкета, там это другой вопрос, да, то есть мы просто, все эти документы я формировала в один большой PDF-файл, сделала закладки с левой стороны, чтобы там офицеру было удобно смотреть, там, состояние счета, например, там банка, вот сюда, там, какие-то дополнительные документы, там IELTS, где-то еще документы, то есть все бы можно было. Плюс там еще большая анкета, в которой вы заполняете всех ваших родственников, вот, родителей, сестер, братьев, куда вы ездили за последние 10 лет, по-моему, да? Да, то есть практически все из них можно подписывать онлайн, и только одна анкета состояние, как бы, родственников ваших, она должна быть распечатана и подписана от руки, и потом вы ее загружаете. Вот, каждая анкета имеет свое имя, иногда они, кстати, такой тоже сюрприз-сюрприз, не работают в Google, они работают, открываются только в Explorer, Internet Explorer, поэтому тоже будьте внимательны, если что-то не загружается, проверьте в другом браузере. Анкеты заполняются несложно, там тоже есть, как бы, все подсказки, если подсказок нету, вы ищите в Google, там, анкета, АМ, там, все номера, как заполнять. Вся эта информация есть, но, в принципе, в каждой анкете даже если какие-то вопросы возникают, они обычно несложные. И самый главный документ, который подружает, ну, по нашему мнению, это мотивационное письмо, вот, которое объясняет, почему именно вы едете, вы едете учиться. Ну, если это твой explanation, да. Ну, если explanation, да, мы можем назвать мотивационное письмо, которое должно в краткой форме, без лишней воды, но довольно логично и конкретно объяснять вашу текущую ситуацию, что вы, там, такая-такая-то, или, там, такой-то, такой-то, всю жизнь мечтали, там, работать поваром, и теперь едете учиться на повара. Либо вы умеете, имеете в Украине, там, или в России, какое-то текущее положение на вашей компании, ходите в его лучший, там, получить больше должность, большую зарплату, едете учиться вот по такой-то специальности, которая логично следует из того, чем вы занимаетесь на текущем месте работы, вот, и так далее. То есть, ну, каждая ситуация она уникальна, но визовый офицер при прочтении этого письма должен четко в себя в голове, у него сложится картина. Он не должен что-то выдумывать, за вас додумывать то, что для вас кажется очевидным. Очевидным для него не будет очевидным. То есть, он не будет думать, что, ой, она родит мужа, потому что тяжело с ребенком, или что там еще, или, а вы должны четко написать, что вот, еду с ребенком, потому что ребенок должен быть при маме, мне будет самому тяжело, беру с собой мужа для этих случаев, там, опять-таки мы путешествуем вместе, вот, у меня муж знает английский, поэтому у него не будет вопросов с работой, он работает в такой-то сфере, вот, посмотрите, там, дальше будет его, там, тоже его личный explanation letter, его будет письмо с работы, о том, кем он работал, как он работал, как долго работал. Да, то есть, по сути, вам нужно два письма, одно от, если вы едете вдвоем, одно от того, кто едет учиться, главный апреканд, и второе письмо от того, кто сопровождает, вот, и, как мы считаем, вот, очень сильно помогает в получении вис информации о вашем текущем работодателе, вот, в принципе, даже, отдельное было письмо у меня и Ольге, именно справка с работы, о том, где вы работаете, кем вы работаете, как долго вы работаете, какая ваша зарплата, и о том, что вас будут ждать по возвращению из... Ну, это такое, это, опять-таки, будут ждать, не будут, это есть возможности. Об этом, действительно, надо договариваться на текущем месте работы, чтобы люди это написали, чтобы люди это подписали, и чтобы люди это подтвердили, когда будут прозванивать. Если есть такая возможность, если нет, то можно подаваться, в принципе, без этого, просто вы напишите, опять-таки, если вы едете, как главный апреканд учиться, что, и вы знаете, что ваш работодатель текущий вам не подтвердит это, есть разные отношения с работодателями, вы можете написать, что в такой-то момент, у нас в стране, вот эти специалисты с иностранным образованием получают такую-то сумму, согласно последним данным. Ну, я бы, наверное, так прямо и писала, что вот такая-то средняя зарплата. Если я получу образование, потянусь в английский, тра-та-та-та-та, у меня будет возможность получать, наверное, количество денег больше. То есть я смогу получить такую-то должность, даже с не в этой компании. Да, бывают ситуации, когда люди боятся рассказывать работодателям о том, что они едут в Канаду, уезжают, не хотят лишний раз светиться. И поэтому тогда придется писать, как бы, другие вещи. Но это, на самом деле, довольно творческий процесс, но это должно быть очень откровенно, очень логично. По-детски. То есть, мне кажется, что они сухой язык. Но, тем не менее, должно сложиться впечатление у офицера, что вы вернете. Опять-таки, мы писали еще, что вот у нас есть квартира, мы собираемся ее сдавать, это какую-то сумму денег. Мы знаем, что для жизни в Канаде нам потребуется столько-то, это будет недостаточно. Вот мы планируем взять оттуда, оттуда. То есть, мы показывали, что у нас будет, а, нормально денег, чтобы там прожить, что мы не будем там ходить, побираться условно. Б, что у нас есть куда вернуться, что у нас есть там, держат, по крайней мере, если мы будем в случае такого, если у нас все пропадет, мы не сможем остаться в Канаде и податься здесь на резиденство, у нас будет куда вернуться. То есть, мы не сжигаем остын, у нас есть родственники, у нас есть квартира, у нас есть работа. То есть мы опять-таки потенциально не бомжи здесь. Да, плюс у нас есть история путешествий, мы много ездили по миру, всегда возвращались, вот поэтому ездили в Америку и так далее. Да, мы там еще, по-моему, указывали, что вот да, мы много ездили, мы много ездим вместе и нам нравится Explore New Countries. Что такое, мы писали, да, что нам нравится просто вот приключения искать, что у нас в результате, нам нравится. Вот, и да, это должно быть, потому что агентства часто очень пишут под шаблон, то есть у них одна калька, вот я такой-то еду, хочу учиться, такой-то университет, ра-та-та. Я еще в свое мотивационное письмо прикладывала работы, проекты, над которыми работала, то есть показывала, что вот такие-то проекты, что я читала, что канадские университеты дают одно из самых лучших образований, поэтому я решила ехать сюда. То есть я написала, почему я выбрала этот колледж, потому что у этого колледжа был KPI, ну индексы всей, рейтинг был хороший, программы у рейтинга хорошие, отзывы студентов хорошие, поэтому я выбрала этот колледж. То есть я все четко описывала. Это, конечно, кажется такой болид, что такое придумать, но процесс занимает, конечно, это написание письма долго, но он того стоит. Лучше постараться это все описать. То есть почему идут отказы? Какие причины обычно отказов? Недостаточно мотивации, недостаточно понимания, что вы вернетесь. Зачем это вам надо? Нет финансового какого-то, финансового, не поверили вашим финансовым документам. Нет финансового обоснования, почему нужно сегодня потратить там условно 40 тысяч долларов на ваше образование, там с проживанием, если вы никогда их не вернете в своей стране. То есть где тут логика? Тут должна быть логика. Да. Вот. Поэтому вот это вот такой шаг, который придется пройти. Даже если вы пойдете в агентство, они как бы... Но в агентство в чем они будут? Они все эти вопросы у вас как бы спросят, то есть у мотивации как-то сами напишут, но... Опять-таки все документы будете собирать вы, в любом случае. Все ваши дипломы, там, они могут вам помочь с переводами, но это вообще все сейчас очень легко делается. Будете все документы предоставлять вы, они вам в этом никак не помогут. Мотивационное письмо, да, они напишут как-то там от себя, но когда подавать документы, как вы хотите подавать документы, следить за статусом вашего дела. Вы каждый раз... Мы, кстати, не убеждаем никого не идти в агентство, потому что у вас есть свой аккаунт на этом сайте CIC, вы заходите, проверяете статус вашего дела, ну, какие-то есть или обновления. Могут быть дополнительные запросы по каким-то информациям, ну, дополнительной информацией, которые... А вот, я сколько знаю людей, которые общаются с агентствами, они каждый раз должны там в агентство знать, ну, что там, какие-то информации есть, ну, что информация есть, и агентство такие... Да мы тебе скажем, да мы тебе скажем, не переживай. То есть вы живете в такой... В информационном вакууме, да. Да, вакууме. Поэтому лучше как бы брать бразды в свои руки. Я, например, так взяла, что я проверяла в день по три-четыре раза, и у меня уже было какой-то немножко даже такой... Эддиктет была от проверки этого сайта. Вот. Но, тем не менее, по крайней мере, я видела, когда меняется статус, и я была первой, кто об этом узнавал. Да. В общем, сроки рассмотрения вашего дела, они могут занимать там буквально от одной-двух недель до двух-трех месяцев. То есть в зависимости от загрузки этих консультантов. От праздников, которые есть, да. От визовых офицеров, да, праздников и так далее. Летом обычно дольше. Перед пиковыми сезонами набора студентов оно, естественно, больше. В нашем случае рассматривается это достаточно долго. Уколо полутора-двух месяцев, наверное. Да, мы подались, наверное, 1 апреля, где-то только в середине мая нам... В общем, нам почти 3-1,5 месяца рассматривали, то есть мы уже даже переживать начали. Потом, фактически, когда вам благополучно рассмотрят ваше дело, они позовут предложение на медицинское обследование. И фактически считайте, что если вам пришел запрос на медицину, значит все у вас в порядке. Опять-таки, маленький такой типс. Если вы знаете, что ваши сроки очень жесткие, очень часто медицина, по крайней мере, вот в Украине, особенно если вы живете не в Киеве. В Украине проходит медицина только в Киеве и во Львове. Насколько это было, ну как бы, 3 года назад. И очередь мы одни, по-моему, записывали за 3 недели. Поэтому, если вы знаете, что вот вы подались на визу, позвоните там лучше через... Забронируйте. Забронируйте место. Нет, отмените заранее. Потому что вы знаете, что рассмотрение будет в среднем до недели-двух. Поэтому забронировали заранее, время идет, они рассматривают. Не получилось к тому времени. Позвонили, отменили. Сделали другую бронь там на еще через 2 недели. Да. Если вам отказали, вы можете в визе, вы можете запросить КАИПС. Это информация о том, расшифровка, почему именно виза офицер вам отказал. Это стоит каких-то денег дополнительно? Он 15 долларов это стоит, но он, этот запрос делается только изнутри Канады почему-то. Да. Вот. Поэтому, если есть знакомые друзья и нужно предоставить КАИПС, то нужно просить кого-то в Канаде, чтобы на их адрес пришла эта расшифровка. Она делается порядка месяца эта расшифровка. И она приходит и показывает, что вот у офицера были там concerns или там... Вопросы. Вот. Да, вопросы по таким-то пунктам. Иногда они их выбирают, честно говоря, мне кажется, так. От фонаря. От фонаря, да. Поэтому очень важно, чтобы все документы были в порядке. Чтобы мотивационное письмо было идеальное. Вот. Чтобы вы полностью как бы подготовились и с первого раза все получилось, нужно очень серьезно подойти ко всему пакету документов. Да. Не надо ничего додумывать, придумывать там. Или думать, что они так поймут, не поймут. Ну да. Кстати, дайте ваше письмо почитать вашему какому-то другу, знакомому, маме, сестре. Скажите, вот понятно, что еду. Вот там тебе. Если непонятно, скажите, что вот это не вяжется. Сели, переделали. То есть несколько раз вопрос пройти. Вот. Ну естественно там проверить основные грамматические ошибки. Вот. Такое. Понятно. И в общем-то все. Кажется вначале, что это очень страшно, очень много. У меня, честно, когда увидел пакет документов, я подумал, боже, я такого вообще никогда не сделаю. Это же вообще кошмар. Но вы делаете этот степ-бай-степ. Сначала анкету одну заполнили, какую-то легкую. Потом самое легкое. Я начинала с паспортов всегда. Тяжелее всего, тяжелее всего платить за это все дело. Восемьсот долларов за четверо. Да, когда вы нажимаетесь, вы уверены, уверен. Сабмит и тут такой вам восемьсот долларов. Опять-таки, да, разные варианты. То есть с вашей карты, у вас должна быть какая-то карта кредитная, с которой вы можете заплатить эти деньги. Поэтому, да, тоже такой момент. И вот когда ты нажимаешь отправить, такое сердце тук-тук-тук, думаешь, эх, мог бы поехать кто-нибудь отдохнуть. Да. Ну, это такой же момент. Надо к этому быть готовым. В общем, будете делать сами, либо кого-то будете просить, это все уже не важно. Это самый главный ваш путь, самый главный шаг на пути в Канаду. И мы надеемся, что у вас он будет. Все получится с первого раза. Да. Вы шагнете в эту страну уверенно и четко с первого раза. Вот. На этом мы заканчиваем нашу пятую серию. В следующей серии мы расскажем уже о том, как вы будете собирать чемоданы в Канаду после успешного получения ваших виз. О, это еще очень сложный процесс. Да. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующей серии. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok